Почему в этом году вот такой очень острый начался спор по бюджету? Я уверен, что все народные депутаты, которые присутствуют в зале, они ездят по городам и районам, и им не фильтруют аудиторию, как руководство страны. И они видят то, что не видит руководство страны, в том числе и члены правительства, насколько обеднели люди. И мы, естественно, ожидали, что вопрос борьбы с бедностью, он будет как-то отожжен в бюджете. И когда мы увидели, честно говоря, что у нас всего лишь на 10% повышается минимальная зарплата и пенсии, ну и средняя тоже, а в это время увеличиваются выплаты на силовой блок, в это время увеличиваются расходы на административные, административные расходы, ну все подряд, примерно на 20 миллиардов, то, конечно, у нас это вызвало возмущение. И мы подали, мы тоже нашли ресурсы в бюджете, мы тоже нашли, откуда взять дополнительные деньги, и мы подали предложение, по которым хоть как-то можно было справедливо поддержать людей. Потому что, когда ты смотришь пенсионеру в глаза, живущему на полторы тысячи гривен, и он тебе протягивает квитанции с аптеки или квитанции коммунальные, то говорить нечего. И все это видят. И то, что часть депутатов купились на повышение зарплаты своей и проголосовали в первом чтении, выбросив за черту бедности пенсионеру, это верх цинизма. И вообще это политическая коррупция в открытом виде. Потому что через 15 минут после голосования этого бюджета проголосовали за повышение с 6 тысяч полгода назад, с 17 тысяч два месяца назад, теперь 36 тысяч зарплата депутата. Конечно, мы за это не голосовали. Более того, у нас сегодня собралась утром фракция, и все были единодушны. Мы выступили с заявлением, что мы эти деньги не возьмем, как не брали деньги на политические партии из бюджета. Мы зарегистрировали постановление парламента о том, чтобы ликвидировать и отказаться от этого повышения, и будем пробивать его. И считаем, что это просто был на глазах всей страны подкуп части депутатского корпуса для того, чтобы протащить антисоциальный бюджет уничтожающих пенсионеров и бюджетников.